Пожалуйста, вопросы. Лев Маркович, Ваши вопросы. Владимир Данилович, скажите, пожалуйста, в каком субъекте Северо-Запада Российской Федерации Региональный государственный музей-заповедник уже переведен из статуса бюджетного учреждения культуры в статус автономного учреждения? Известны ли аналоги такого рода действий? Спасибо. В Российской Федерации мы не первыми идем. Если говорить про Северо-Запад, то это Мурманскую область. Если из ближайших, то это Московская область. Большой опыт в Сибири, это Иркутская область, Кемеровская область, также Приморский край и Республики. Ну, в общем, мы далеко не первыми идем по этому пути, пока проблем у музейных учреждений в этих субъектах не возникало, связанных с изменением статуса. Пожалуйста, Анатолий Петрович. Какие результаты Вы видите после перевода в новую форму? Анатолий Петрович, основной результат – это возможность оперативно реагировать на какие-то ситуации, потому что сейчас все-таки статус бюджетного учреждения обязывает музей согласовывать с нами все фактические действия, связанные с сделками, договорами и прочими. И это занимает, к сожалению, достаточно большое количество времени. Мы считаем, что музей в состоянии самостоятельно решать оперативные вопросы, обладая имеющимся потенциалом. А объем бюджетных средств бюджетирования какой будет? Объем бюджетных средств в данном случае не предполагается к уменьшению. У нас есть закон на 2013 год и плановый период, где четко определено государственное задание. Более того, у музейных учреждений, помимо всех услуг, основная задача – это работа. По сохранению объектов культурного наследия и Музейного фонда Российской Федерации. Соответственно, никаких оснований предполагать, что эти работы могут быть как-то снижены у нас нет, потому что это в том числе и федеральная задача, которую нам никто не позволит как-то видоизменять. Пожалуйста, еще вопросы к Владимиру Даниловичу. Нет вопросов? Спасибо, присаживайтесь. Вопрос рассмотрен на заседании. Да, пожалуйста. Уважаемые депутаты, отношение нашей партии к федеральному закону об автономии государственных учреждений однозначно и ясно. Все нормативные акты, которые будет принимать наш регион по части перевода учреждений, культуры, науки, образования и так далее в автономное плавание, где предусматривается уменьшение государства, а дающие право на коммерческие манипуляции, мы не поддерживаем и наша фракция будет голосовать против. Уважаемые коллеги, наш комитет рассматривал предлагаемые к обсуждению вопросы и рекомендовал вам проект постановления принять в целом. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хочу привлечь ваше внимание к этой ситуации и для того, чтобы поэкономить время, я хочу выступить одновременно и по государственному историко-архитектурному и природно-ландшафтному музею-заповеднику Изборск, и следующим вопросом стоит Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Ситуация юридически одна и та же, хотя экономическая ситуация этих учреждений разная. Она чуть лучше в Изборске и существенно хуже у Псковского государственного музея-заповедника. Значит, о чем идет речь? Администрация предлагает нам облегчить условия финансово-хозяйственной деятельности этих учреждений культуры. Это два ведущих государственных музея-заповедника Псковской области. При этом учитывайте, пожалуйста, что Псковский государственный объединенный музей-заповедник имеет филиалы на местах, где практически нулевой поток туристов, он очень маленький, а они полностью содержатся за счет бюджетного финансирования. Никакой экономически успешной модели деятельности филиалов Псковского музея-заповедника не существует. Учитывая то, что нам предлагается всего лишь дать свое согласие на создание этих учреждений, я обращаю ваше внимание, что при их учреждении должен представляться финансово-экономический расчет их деятельности в новом статусе. Мы с вами сейчас можем увидеть в дальнейшем уменьшение суммы бюджетного задания уже со следующего бюджетного года и увеличение планов собственных финансовых поступлений. Это совершенно естественный шаг, который будет делаться в расчете на то, что учреждения в статусе автономных будут более успешны экономически. Но этого не произойдет, потому что сложившийся на сегодня их ресурс никак этим решением не меняется. Для того, чтобы вы понимали, о каких цифрах идет речь, я вам скажу о том, что бюджетное финансирование сборского музея-заповедника в соответствии с данными Госкомитета по культуре в минувшем году составило 16,4 миллиона рублей, собственные доходы 8,5 миллионов рублей. Скорский государственный музей-заповедник стоил бюджету 65 миллионов рублей, собственные доходы только 9 миллионов рублей. При этом в Изборске более чем почти 13,5 миллионов рублей из имеющегося бюджетного финансирования 16,4. Это заработная плата. В Псковском музее-заповеднике заработная плата также составляет абсолютное большинство финансирования. Есть существенные опасения, что вынужденные зарабатывать в музее будут сокращать самую важную свою структуру. Это структура, ведущая научные исследования. Она не приносит ни копейки дохода, она на 100% убыточна с экономической точки зрения. Можем получить убийственную для музея сокращение штатов. Есть еще одна очень значительная проблема. Оба наших уникальных музея главным объектом показа имеют объекты культурного наследия федерального значения. Между тем, если вы внимательно посмотрите 174 ФСР в автономных учреждениях, вы увидите, что мы имеем право создавать автономные учреждения только на базе собственности субъекта федерации. А на базе объектов федеральной собственности решение о создании автономных учреждений может принимать только правительство Российской Федерации. На данный момент мы не имеем никакого финансово-экономического обоснования деятельности этих музеев, но есть твердое ощущение, что им будет увеличивать долю заработка собственного и уменьшать бюджетное финансирование. Псковский государственный музей-заповедник является основой инфраструктуры деятельности в сфере культуры и туризма Псковской области. Любые дестабилизации деятельности и основного музея, и не менее важного для нас изборского музея, могут нанести культуре Псковской области абсолютно непоправимый результат. Я не знаю, за счет какого имущества музей будет брать деньги в кредит. Предполагается, что музей у нас приступит к кредитной деятельности. Они что будут закладывать? Объекты культурного наследия? У них все здания – это объекты культурного наследия, им никто не даст разрешение это заложить в банк. Я бы сейчас предложил воздержаться от согласия, вынести этот вопрос на отдельную дискуссию, возможно провести парламентский час, запросить у администрации области все финансово-экономические расчеты деятельности этих обоих музеев в будущей перспективе. И если рассматривать этот вопрос, то только в перспективе будущего бюджетного года получат на руки исчерпывающие гарантии, исчерпывающие расчеты, что музеи не утратят свой статус и не прекратят научную и другую исследовательскую деятельность. На сегодняшний день вопросы абсолютно не готовы. И я не знаю, какой из музеев в Мурманске стал автономным учреждением. Я не исключаю, что есть небольшие музеи, которым выгодно быть в таком статусе. Но представить себе ведущий Государственный музей-заповедник субъекта Федерации и основной ландшафтный музей в таком статусе совершенно невозможно. Это ошибка, это просто ошибка. Никаких обязательств у нас принимать это решение нет. Федеральный закон у нас не стимулирует к этим решениям. Это ошибочная возможность, ей не нужно пользоваться. Ущерб культуре может быть очень значительным. Я прошу уважаемых коллег не давать согласия на создание как автономного учреждения Сборский музей, так и автономного учреждения Псковский государственный музей-заповедник. Спасибо. Уважаемые депутаты, кто еще желает выступить, пожалуйста? Рогов Александр Анатольевич. Геннадий Николаевич Бубнов изложил однозначную позицию нашей фракции. По этому вопросу я хотел бы еще добавить такой аспект, чтобы обратили внимание. Сегодня в средствах массовой информации обнародано то, что советник президента по экономическим вопросам Сергей Глази вместе с учеными Российской академии наук подготовили обширный доклад о том, что правительство Российской Федерации не в нужном направлении ведет свою политику о том, что уход государства из основополагающих отраслей экономики, вот та приватизация, которая предполагается проводиться уже и в этом году больших госпредприятий, оно неправильно и неверно. Причем показывают это на примерах сегодняшних, так сказать, высокоразвитых стран из мира, что называется, капитализма. Так вот, в данном случае я тоже считаю, что отказ государства в области культуры, он вообще просто вопиющий. Если мы говорим из экономики, нельзя, надо правительству что-то подумать, то сегодня идти в Псковской области, чтобы отправлять в свободное плавание, в автономное плавание, такие столповые учреждения культуры, это просто преступно, не буду об этом говорить, но недопустимо, это уж точно. Пожалуйста, кто еще желает? Нет желающих, уважаемые депутаты, предложение Комитета по труду и социальной политике принять проект постановления по данному вопросу в целом, то есть дать согласие на создание государственного автономного учреждения культуры. Ставлю на голосование предложение Комитета. Коллеги, все проголосовали? 21 за, 13 против. Постановление не принимается. Рассматривается следующий вопрос. Отдачи согласия на создание государственного автономного учреждения культуры Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник путем изменения типа государственного бюджетного учреждения культуры Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Проект внесен администрацией области. Коллеги, вопрос аналогичный, наверное, нет смысла заслушивать доклад по данному вопросу. Выступление, пожалуйста, если кто желает, тоже высказались. Вопрос рассмотрен на заседании Комитета по труду и социальной политике. Пожалуйста, Виктор Васильевич. У нас аналогичное решение принять в целом. Спасибо. Коллеги, предложение Комитета принять проект постановления в целом. Ставлю на голосование проект постановления, предложенный Комитетом по труду и социальной политике. 21 за, 13 против. Постановление не принимается. Партия граждан против партии власти. Партия граждан за власть народа. Псковское яблоко.